ребят всем привет 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 сегодня хотели бы поднять такую тему многие пишут вот вы ребят продали квартиру начали строить дом и вот в этот период взлетели все цены и вообще жалеете ли вы об этом или не жалеете но прежде чем обсудить эту тему вместе с вами мы хотели бы сказать что в предыдущем видео мы выложили обзор нашего дома внутри дома и кто пишет скинь проект именно проект прикреплен в описании этого видео ребят так что залетайте смотрите смотрите да кто первый раз у нас на канале мы строим дом 8 на 10 стараемся строить своими силами и кому интересно смотрите развивайтесь вместе с нами ну а давайте вернемся к теме пожалели мы все-таки о строительство дома что продали квартиру ну вот это все тему честно сказать как все трезвые люди мы прежде чем строить дом прежде чем купить участок вернее мы купили уже участок и причем начать строительство продать квартиру мы посмотрели сколько наша квартира стоит и за сколько мы сможем продать до квартиру до есть за сколько мы сможем построить дом но мы монитор или это все зимой обзванивали прорабов считали фундамент, такой фундамент, такой, чтобы у нас была определенная какая-то сумма, на которую мы могли рассчитывать. Ну да, и спрашивали здесь, кто чаще всего строится, какие чаще всего фундаменты у нас в области заливают. И нам сказали, цена-качество, это у нас фундамент непосредственно мелкозаглубленная лента на сваях. И мы как бы остановились на этом фундаменте. Да, кстати, про фундамент тоже можете посмотреть. Есть видео, да, у нас на канале. Да, как это делалось. И как бы мы решили этот фундамент, но мы посчитали арматуру зимой 36 рублей, бетон там, начали обзванивать, так, ну и нашли человека, который занимается этим, потому что мы сразу изначально знали, что это фундамент основа дома, и пусть это сделает лучший специалист, чем... Да, как мы говорили, мы не хотели именно на этом экономить. Чтобы сделали качественно. И сразу мы решили, что нам будут люди заливать фундамент, мы сами ну, в этом не сильны были. И когда мы нашли человека, он нам посчитал, говорит, что работа за куб 4 тысячи будет стоить. А остальной материал, все посчитал, говорит, все с работой, в целом где-то плюс-минус 400 тысяч. Ну, мы согласились, заключили договор, и начали с... Ну, как бы, что 4 тысячи за куб, да, мы платим ему, и по материалам, по факту. Но когда мы по весне начали закупать арматуру, уже арматура стоила не 36 рублей, не 32, где там по-разному, а уже 68, 70. Ну, мы, по-моему, купили по 68 рублей. Нам это еще повезло, потому что через буквально 2-3 дня она уже стоила 100 рублей. И начали строить, уже назад пути не было. Как бы сделали фундамент, он у нас вышел вообще в 430, но мы... 4... Нет, так... 520... 530, но мы, почему говорим 520, потому что у нас еще осталась большая, ну, большая куча песка, и мы считаем, что мы ее не зарасходовали. Из-за этого, как бы, 520 тысяч. Но опять кубатуры тоже ушло чуть-чуть больше, потому что у нас участок стоит под углоном, под уклоном, и также нужно было... Бетонный расход больше был, да. Расход больше было. Да, и получается по этой причине у нас фундамент вышел уже не в 400, как нам говорили, а в 520 тысяч, да. Но... Мы на этом не остановились, думаю, ладно, дальше. Ну, самое обидное, что в этот период я себе потянул сильно спину, не знаю что, я вообще ходил еле. Он даже в машину не мог сесть, не сидеть, ему нужно было контролировать, приезжать, договариваться. Так что, да, берегите свое здоровье, это немаловажно. Ну, мы... Дальше начались стены. Да, мы, опять же, зимой проверяли, как бы, мониторили, да, газобетон. Когда мы начали узнавать, о чем газобетон, газобетон зимой был, где-то февраль прошлого года. за 2 800. А когда весной мы его уже закупали, мы его закупили за 3 250. Но, опять, почему мы тоже не... в то время мы его не покупали, от того, что... Мы не знали разгружать, куда что. Здесь вот, посмотрите, сейчас зима у нас, здесь снега в полметра, как бы, точно не знаешь, куда еще разгружать, однозначно, когда ты еще строишь дом первый раз в жизни. Это вообще однозначно не знаешь. Первую партию мы купили по... 3 250. 3 250. И нам еще нужно было докупать уже. Да, мы половину купили. И потом, получается, вторую половину мы уже покупали 3 650. Уже еще дороже. Но нам уже его на плиту разгружали, этот газобетон. Ну, несмотря на это, знаете, как бы, мы понимали, что назад пути нет. Квартира уже продана. Надо по-любому строиться. Знаете, когда мы купили газобетон, и вот это все подорожало, я до конца надеялся, что я крышу буду делать сам. Потому что, ну, с надеждой каждый день, знаете, жена какие-то ядом растирала, знаете, спину мне плюнет такая, натирает и думает, что мне спину отпустят. И мы с каждым днем думали, что спину все-таки отпустят. И я смогу продолжить стройку сам. Мы сначала рассчитывали, что газобетон где-то он будет вместе с сыном там помогать. Ну, сын будет помогать, будут как-то укладывать эти кирпичики за кирпичиком. Ну, да, в мечтах это все было так у нас. Потом спрашиваю Андрей, ну, ты сможешь, ты сможешь крышу-то? Да, знаете, вот, знаете, такой, видели мультик, да, Шарек, или как он называется, когда он такой смотрит, этот кот такой. Ну, сможешь повторить это вот? Да, вот такой, типа, взгляд, ну, как такому человеку сказать, что мы что-то не сможем? Конечно, я говорю, все сможем. И все делали. Да, прям сотнями там улетают, улетают. Да, и когда, в общем, стены они, не будем растягивать, стены они сделали, пришло время делать кровлю. Кровлю, получается, не в сезон 700 рублей, говорили, в сезон 1200. Мы нашли за 1000. Те люди, которые нам газоблок ложили, вот они и сказали, да, да, за 1000 рублей, говорит, мы вам сделаем, как бы ваш так, как бы все. В общем, как бы мы сделаем скидочку вам, как бы пойдем навстречу. Как раз он еще классный же каменщик, и наши веншахты, вентиляции. А, да, что касается венканалов, вот этих вентиляционных шахт. Тоже можете посмотреть у нас на канале, в предыдущих видео было. Получается, все говорили, что как бы шахта одна будет стоить 25-26 тысяч. А он нам метр 2000 сделал. У нас в итоге вышло 10 метров, мы ему за все заплатили 20 тысяч за две шахты, а нам за одну говорили 25-26. Так бы 50-52 вышло бы, а так нам вышло в 20 тысяч две шахты. Ну, на самом деле, ребят, я специально это видео снял, как делать эти вентиляционные шахты. Каждый справится с этим, главное по уровню делать и все. Именно видео посмотрите, я думаю, можете на этом именно деньги сэкономить. Там сложного ничего нет вообще. Но он тоже хороший каменщик, он посчитал сколько конкретно у нас уйдет этого красного кирпича. Да, и все ушло, там два кирпичика что ли осталось и все. А так все тютелька в тютельку. И газоблок, у нас ни одного кирпичика от газоблока, ну, пару поломанных остались на участках, а так вот все это было просчитано до кирпича. Да, и, ребят, кто хочет, вот, задавайте вопросы свои, пишите в комментариях, не стесняйтесь. Я на каждый комментарий стараюсь ответить. Если даже я не знаю ответа на этот вопрос, я просто вам напишу, я все равно отвечу. Даже иногда мы сидим кино смотрим вечером, а он сидит и тык-тык-тык-тык всем вам отвечает. Да, потому что я в любом случае, даже если не знаю, я все равно отвечу, что я не знаю. Так что пишите, всегда рад ответить. И люди те, которые говорят, вот ты сам типа смотришь, там тебе строят, чтобы не попасть в такую ловушку, ребят, я вам говорю, берегите здоровье с самого начала, берегите спину, потому что я думал, вот такой я крепкий, сильный, такой прям все, залетел в стройку, такой начал ровнять землю, как бы, ну, сорвал спину буквально в первые дни, и вот весь сезон я мучился со спиной. А в этом году тот, кто говорит, вот ты там ничего не можешь, потому что вот в этом году мы будем заливать, ну, как, террасу сами будем заливать. Планируем. Крыльцо будем делать. Ну, крыльцо под вопросом, террасу точно планируем. Будем делать. Ну, все, значит, жена сказала, значит, будем. Ну, в общем, много еще интересного у нас на канале. Подписывайтесь. Посмотрите, как подлежит лопат в руках. И давайте сделаем, и давайте сделаем заключение все-таки. Пожалели ли мы, что продали квартиру и построили свой дом мечты, да? Вот я, честно сказать, вот даже пусть, как бы, я даже не советоваться не буду. Я ни капли не пожалел. Да, подорожание, все там дорожает, но все равно я не жалею, потому что, несмотря на что происходит, я надеюсь, что денег уже к нам хватит, которому мы квартиру продали. Построим дом, будем жить счастливо. И это намного круче, потому что сейчас я вам покажу, как паренек жарит шашлыки. У нас же на участке это я. Так что сейчас будем жарить шашлычки. Приезжайте в гости, всех рады всегда видеть. А да, кто из Калуги, тоже всегда заглядывайте. Мы всегда открыты к общению и со всеми готовы дружить. Так что мы, ты жалеешь, что мы продали квартиру? Нет. Наше мнение, что мы, даже сын сейчас за кадром головой машет такой, я тоже не жалею, что мы продали квартиру. Так что, если понравилось видео, ставьте лайк. Мы все рады видеть. Подписывайтесь. Короче. Пишите комментарии. Да, все классно. Так что, пока-пока, друзья.